Меня зовут Орган Макдреев и я сегодня представляю проект. Это некоторый способ передвижения по городу, средний между личным автомобилем и такси. Чем я вообще занимаюсь? Я занимаюсь общественной деятельностью и при Министерстве транспорта мы создали проектную группу, которая подготавливает транспортную реформу Новосибирска. И мы будем менять вообще подходы по транспорту. И возникла следующая идея, что самый лучший способ передвижения, это когда ты едешь оттуда, где ты находишься, туда, куда тебе нужно, напрямую. И у нас, к примеру, если представить весь город Новосибирск, у нас по городу существуют бизнес-центры, они как-то по городу где-то сгруппированы кучками, и где-то живут люди. И эти люди сейчас, по большому счету, каждый день утром едут на работу, а вечером с работы домой. И вот сейчас возникла такая идея, что мы делаем маршруты специально под них. То есть у нас есть программа, в которую можно замести точку, где ты живешь, каждый человек заходит, она это все в кучу собирает. И потом я могу, допустим, находить, допустим, на юго-западном, там собралось 15 человек, и я понимаю, что я могу сделать газельку именно под них. Это как раньше, знаете, был служебный автобус. И он будет один раз поехал, их отвез, и все, больше туда ездить бессмысленно, потому что все, они на работу уже уехали. И этот способ передвижения, он немножечко альтернативный. То есть человек получает практически все преимущества личного автомобиля. Он едет от дома до работы, едет по прямой, без остановок, бомжей нет, пьяных нет, рядом знакомые люди. И при этом он едет по выделенной полосе. Это тот плюс, который по большому счету сейчас, ну, скоро будет недоступен автомобилистам. И в результате где-то, ну, я сейчас создаю финансовую модель, и на данный момент у меня приблизительно получается, что если человек будет платить 200 рублей в день, то за 100 рублей он уедет туда и за 100 назад. И этих денег хватает на то, чтобы купить новую газельку за миллион 100 тысяч. И при этом человек, который выйдет на маршрут, он может зарабатывать 60 тысяч себе на заработную плату, и плюс еще 30-то остается это на сеть. Я хочу создавать это как сетевую компанию. Именно нейросеть это, где каждый может связаться с каждым. И получается, что мы создаем пространство для стартапов. То есть самый минимальный стартап, ты просто тупо идешь по нашей рекомендации, берешь в лизинг новую газельку современную, да, и садишься, начинаешь три раза съездил утром, три раза вечером. Все, у тебя 60 тысяч в кармане, и весь день у тебя свободен, ты можешь заниматься саморазвитием. Потому что, ну, нет, люди не ездят, собственно говоря. То есть два пика работы, и днем время на саморазвитие. То есть, в принципе, нормальный такой заработок. И второй, второй вариант, это то, что появляется заработок для организаторов вот этих маршрутов. То есть человек может просто-напросто прийти в бизнес-центр, раздать анкетки, пообщаться с директорами предприятия. Я это проверял на одного человека, на одного директора, пять минут достаточно, чтобы он врубился, что ему предлагает. И из десяти девять реагируют положительно через отдел кадров, то есть собирают эти анкетки. И собрал маршрут, то есть 15, нужно вычислить 15 человек и связать их. Ну, минимальное, это на личном автомобиле, там, три человека, да, когда ты можешь подсаживать, да. А максимальное, ну, там, они до 50, по-моему, человек. Но факт тот, что, в принципе, второй бизнес, который появляется, это бизнес по организации вот этих вот маршрутов. Это нужно ходить по бизнес-центрам, звонить людям, предлагать им договориться, чтобы, ну, все это связывалось. И это как две таких площадки, что, как некоторые бизнес-инкубаторы. Я перехожу потихонечку к вопросу, да. У меня вопрос такой, что сама бизнес-схема, она, ну, в какой-то степени довольно-таки простая, да. То есть ты покупаешь в лизинг-машину и далее работаешь. Ну, то есть понятные действия, которые нужно совершать. Цена входа в эту систему 180, по-моему, 4 тысячи рублей. Это вот этот начальный взнос, который лизинг-машина берет, да. То есть вот вхождение в бизнес. Все, зашел сюда, все, у тебя 60 тысяч. Ну, практически стабильно. Вот. И второй вариант, то, что еще 30 тысяч остается, да, это вопрос, как их поделить на сеть. Их можно поделить отсюда, либо на транспортную компанию. То есть человек может поставить несколько газелек и, ну, посадить туда этих водителей, да, и он будет зарабатывать на том, что он будет уже транспортные предприятия содержать. И какая-то часть, какая-то часть из этих 30 тысяч в месяц пойдет на вознаграждение вот этому. То есть, в принципе, по большому счету 10 маршрутов поставил, вот тебе 100 тысяч в месяц ты заработал. То есть, и тоже схема вполне понятная. Вычисляешь бизнес-центр, по большому счету у тебя дубль-гиз выдает весь список предприятий с телефонами, да, ты, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и с вероятностью 90% практически они становятся все твоими клиентами. И дальше получается работа вот этого бизнесмена, да, она заключается в том, что нужно между собой общаться и вычислять вот эти точки, потому что они могут быть не обязательно с одного бизнес-центра, да, а их можно выкладывать, ну, по маршруту, то есть строить графики. Вот, и они на этом могут зарабатывать. 10 маршрутов, это в пределах, 10 маршрутов, это в пределах, сколько там, так, 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 450 человек. Ну, то есть, это нужно, нужна будет база клиентов, и у тебя будет твой бизнес, это 450 человек, которых тебе нужно администрировать. И вот, вот этот, вот этих вот два типа, как бы, возможных стартапов, ну, у меня родилась такая идея вынести для, ну, для всех желающих, ну, как некоторые стартапы, то есть, как пространство стартапов, вот есть такие, есть такие, и они могут соединяться вообще по-разному, то есть, суть, как раз, вот этой всей системы и игры заключается в том, что, а по какой цене они договорятся. Они могут приобрести разную машину, они могут взять новую, могут взять старую, да, могут одного комфорта, могут другого. И вот это, как раз, и будет предметом того, что это не жесткая система, как сейчас она есть, она очень простая, но очень жесткая, и неудобная, поэтому, да. А это будет немножко другая, то есть, наоборот, она будет более сложная, потому что тебе нужно, ну, как минимум, на маршрут людей договорить между собой, да. Но она будет предоставлять те услуги, которые сейчас, ну, не предоставляются. Вот вопрос такой, как организовать вот эти вот, ну, бизнес-инкубаторы, да, вообще, как это все дело запустить, какие есть идеи, куда это все, где найти желающих, которые будут по городу кататься, да, водителям вместе с машинами, и где найти тех людей, которые будут по бизнес-центрам ходить. Вопрос, формирует. Где, как, тебе для записи ответов, есть ли идеи, идея есть. Это, давай, это, на. Нет, две идеи. Первая это, короче, продажи, делать администрациям бизнес-центров. У каждого бизнес-центра есть своя администрация. И они это делают, как внутренний сервис бизнес-центра. И, собственно, сервис для потенциальных арендаторов. Это первая идея. А вторая идея в том, что они покупают себе, ну, бизнес-центр покупает все эти автомобили и газели, да. А в дневное время у всех компаний есть потребность ездить там на переговоры, на совещания. И эти же компании, которые арендуют, у этого же бизнес-центра, блин, заказывают эти машины, чтобы в дневное время ездить по совещаниям там на переговоры и прочие вещи. Ну, как, такая, как внутренняя служба такси. Еще идеи. Вот, предлагаю сделать так, чуть-чуть по-другому посмотреть на ситуацию. Транспортную компанию организовать, совершенно пустую, там ничего нет. Которая бы и с бизнес-центрами об этом же договаривалась, что Дима говорит. Что предоставлять машины бизнес-центрам под эту ситуацию. Но машины, конечно, в лизинг взять, это однозначная ситуация, по-другому не придумаешь. И самое главное, что в этой транспортной компании, это продаж, который бы общался с бизнес-центрами и искал бы клиентов. То есть, двигаться по двум направлениям. Создание отдела продаж, маркетинговая часть, которая работает с бизнес-центрами. И финансовая часть, работа с лизинговой компанией и приобретение вот такой техники. И еще одна идея. Сформировать из этого стартап в сибирской артели и отломить немножко по-другому. То есть, набрать команду из нас в ядро, которая сможет организовать всю инфраструктуру по реализации этой бизнес-идеи. Соответственно, люди, которые будут ходить искать, они будут просто получать какую-то заработную плату за каждый найденный адрес. А вот те, которые будут покупать газели, да, то есть, это люди, для них стартап. Ну, то есть, для них это будет стартапом. Но фактически сделать из этого полу-централизованную структуру, которая со всем этим будет следить, смотреть. Ну, как бы, следить, смотреть. Нужно ядро, короче говоря. И сибирская артель, то есть, за идею застандартизировать через первую страницу. Вкликнуть в клич и начинать нарабатывать. Это первая идея. И вторая идея здесь очень важна, очень важна, так как все очень прозрачно, очень важна финансовая механика. Ну, то есть, финансовая составляющая, экономика этого предприятия. То есть, здесь очень четкие, ясные таблички, сколько человек, сколько платят, сколько получается, сколько там это. Ну, ты сейчас привел 60, 30, 184, 200 и так далее. Здесь надо просто на цифрах увидеть, что это действительно так, чтобы логика была тем людям, которым это будет интересно. Еще есть идея. В продолжение того, что сказано. Помимо, вот, как всему присоединяюсь, да, хочу добавить, что есть еще одна форма, ну, то есть, еще одна функциональная составляющая. Это работа с частниками, у которых есть машины разных классов. И им было бы интересно утром и вечером выходить на маршрут. Более того, это было бы интересно даже транспортным компаниям, которые сейчас уже работают на маршрутах. Потому что у них либо есть избыток предложения, либо они как раз думают, куда расширяться. И сегодня можно об этом договориться. Не слышал, сказал ты или нет, ну, как идея. То есть, в принципе, также открыть дополнительно сервисную компанию, которая бы, собственно, занималась информационной организацией всех этих маршрутов. То есть, она там централизованно бы все оценивала, рассчитывала и давала рекомендации, куда маршруты ставить и так далее. То есть, собственно, занималась этим аналитиком, аналитические задачи по этим маршрутам. И... IT. Ну, в смысле, в эти проценты. Ну, фактически, то есть, тут точно колячится информационный диспетчерский центр, который все это будет информацию принимать, обрабатывать и делать маршруты. И тогда для маршрутчиков это будет просто полис или там сертификат или право. То есть, он покупает маршрут. Так оно и происходит. То есть, есть маршрут, он его покупает. Ну, то есть, за что-то. И дальше начинает выполнять это курсирование. То есть, там уже люди стоят, туда уже куда-то довезти. Понятно, он просто это делает. Но диспетчеризацию, постановки этого маршрута, как раз и занимается диспетчерский центр, который обрабатывает всю эту информацию. Где люди, которые ходят, собирают потребителей под бизнес-центрами, является одной из ролей этого центра. Дополнительно к этому сервису можно подключить всех любых частников через интернет. То есть, сделать это как рассылку, подписку. И пусть просто человек там ставит крышечку, я могу в течение одной недели, месяца подрабатывать. И ему раз по рассылочке приходит информация. Там лицензия потребуется, да? Да. Лицензия на компании потребуется. Совершенно железно надо через организацию, потому что будет много маршруток, будут обязательно аварии. Если это будут индивидуалы, это им будет напряжено. Соответственно, нужна подписная база, что называется. То есть, действительно, база тех, кто готов ехать. И нужны те, кто будут активно обзванивать и искать на случай аварии и всего прочего. Я хотел бы более сузить вопрос над тем, как найти то, что замотивирует людей, как найти способы мотивации людей, как на те, которые будут ходить по бизнес-центрам, либо те, которые будут возить. Вопрос именно мотивации. То, что тут очень много возможностей, я это вижу. Но мне важно сейчас какие-то идеи, как замотивируют людей, чтобы они реально встали, пошли и смогли дойти до конечной цели. Можно? Вот про мотивацию Денис уже говорил. Это как раз ввод в капитал людей, привязка к прибыли. Есть один нюанс, что продажники отработают, у них первый год только работают, остальное поддерживающие уже не будут давать. Поэтому они должны быть замотивированы исключительно на существенную часть от первых контрактов. Поступления от первых контрактов должны практически им все доставаться. Иначе они головой сами дойдут, что эту работу можно делать 10 лет. И они будут делать 10 лет, его сасывать оклад. Поэтому они должны получать значительные деньги за заключение контракта. И чем больше контрактов они заработают, тем это будет им интереснее. Это первый момент потом. Потом маршрутчики все. Здесь есть риск. Риск того, что вообще в этом бизнесе риск находится именно в обеспечении процесса. Что все эти аварии, все эти репутационные решения, все вот эти пьяные водители и так далее, это все может убить на корню вообще сразу все. Поэтому здесь нужно выстраивать систему допуска, значит, серьезную вот в это все, ну и контроля. И, ну, понятно, желательно все это, конечно, отбрендировать, да, чтобы люди видели, что это один бренд и все это можно доверять. Но при этом здесь мотивация должна, наверное, строиться по принципу, не как вот сейчас принцип того водителей такой же, чем больше они наездили, тем они больше заработали, людей собирали. А здесь не такая ситуация. Здесь мотивация должна быть построиться по принципу предсказуемости. В 9 утра они должны быть там, да это четко запроритокалировано, это балл. Вот не приехал, это не балл, вот, еще ради не балл, и ты вылетел. То есть, ну, то есть, на, да, да, да. То есть, здесь нужно применить некоторые принципы отрицательной мотивации, да? То есть, нельзя здесь не допускать ситуации, когда непредсказуемое развитие событий происходит. Денис? Мысль была, сейчас вспомню, попробую сконцентрироваться, почти выскочила. Так, про маршруты. Как-то подумать. Можно качество, обратить на качество внимание, чтобы приблизиться к индивидуальному транспорту. Там кондиционеры, комфортные сидения, может даже и в Мегазели, в Мерседесах. И тогда, конечно, придется свой парк, потому что участников мало, как Мерседесов. И не только смотреть по маршрутам, чтобы вот центр смотрел, какие маршруты проложить, а может быть посоветовал, в какое время и вся организация перейдет на другое время работы, чтобы в пробки не попадать. Сдвинуть, допустим, на два часа позже рабочее время. Ну и цену можно пониже сделать. Денис? Мысль вспомнилась, собственно, про продажников. Так как Володя сказал, что основные деньги идут с первых контрактов, ну, по идее, хорошо выпускать, чтобы их шли с первых контрактов. Поэтому надо хотя бы, ну, идея вот такая. Есть огромное количество консультационных услуг по продажникам. Они обучают продавать. Вот, собственно, их сразу брать, подключать и запартнерить и сказать, ребята, вот у нас конкретный практический кейс. В течение недели найдите несколько маршрутов на Газели, и вы можете заработать. Вот, собственно говоря, вот через таких тренеров и консультационный центр. Дополнение, вот, кстати, вот, Тима Товчон. Ну, здесь не нужно, можно уйти в крайность определенную, что продажники могут деньги-то собрать, а контракт дальше не работать. Поэтому собранные деньги, да, за ними зафиксировать, но отдавать их позже. То есть, вот, мотивировать на то, чтобы они быстро все сделали, начисли-начисли, деньги им положить на стол, но забрать они их могут только позже, когда контракт, ну, там, полгода пройдет или год и так далее. Или частями выдавать. Что может быть мотивацией? Мотивацией для человека часто является ясность. Когда человек понимает четко и ясно, что ему надо сделать и что он за это получит, это может быть мотивирующим фактором для того, чтобы он пошел и это и сделал. Соответственно, здесь просто очень ясно и четко расписать, какие выгоды есть у человека, который пойдет, и что ему надо сделать еще, что конкретно сделать. И что он за это получит. И точно так же по машутчикам. То есть, идея в ясности, четко и ясно расписает, что надо сделать, что получит. Еще есть вопрос, идея про, в общем, можно молодежь, ну, как бы, если пул делать вот этих вот прям студентов, это одна, а второе, это опытные уже продажники, которым самим надоело ездить, короче, на работу, ну, вот таким вот образом добираться и каким-то образом найти. Ну, то есть, найти опытных продажников, у них вопрос мотивации уже не стоит, они нормальный доход имеют. Ну, полтос у них уже есть. И это для них просто будет прикол. А если сетевиков найти? Или сетевиков найти. Но, и еще одна идея, вот этих опытных продажников продавать уже крупным компаниям. Вот крупные компании, многие крупные компании содержат свой автобус, который по утрам ездит, собирает и увозит. И при этом потом он все это время стоит, и для них это не целевой актив. Ну, то есть, это для них не целевая деятельность, содержать автобусы, все. И пусть они им продают, этим организациям. Такие, найти крупные. Понял. Собственно, вот сейчас по кусочкам сказали, но я просто конкретно скажу. Это, на самом деле, трехступенчатый отдел продаж. Действительно, есть народ, который вот обзванивает по валу, ищет контакты. Это действительно вот студенты, молодежь и так далее. Есть продажники, которые совершают первую продажу, это вторая ступень. И затем люди, которые ведут дело производства, перезаключают договора. Это вот технологии трехступенчатый отдел продаж. Просто первый год, первая ступень работает, пока вот эти вот контакты нарабатываются. А затем первая ступень как отстреливается, как ненужная. И дальше, может быть, даже вторая отстреливается. И просто ведется качественная работа с клиентской базой вот этих бизнес-центров, с этими организациями, с кем я уже однажды было договорено. Ну и там понемножечку, может быть, опять же, когда нужно, эти две первые ступеньки опять подключать, когда нужно. Но основная работа – это качественная работа с клиентской базой. Третья ступень. Время завершилось. Последние три идеи, и все. Может быть, сильно минимизировать количество работы людей, вот как вы говорите, продажников, и больше автоматизировать, чтобы люди сами на сайте указывали свои пункты назначения, и уже будет программа автоматизировать маршруты, предлагать какие-то. По сути, уже не нужны будут продажники, просто сервис сразу рекламировать через соцсети или какие-то другие. Я считаю, что надо сразу масштабировать на другие города. Параллельно заниматься этой работой – это устаканник бизнес-бургийский. Да, кстати, в партнерстве с такими там товарищами, типа как Яндекс и Дубль Дис, это можно, да. Еще составить список их бизнес-центров, их, ну, не тысячи, их в Новосибирске, ну, там, два-три десятка крупных таких бизнес-центров, да, вот, ну, там, четыре десятка. Каждому из бизнес-центров есть продажи. Больше сотни бизнес-центров. Бизнес-центров? Ну, ну, ладно, не суть. В общем, в каждом из бизнес-центров есть свой продажник, который продает офисные помещения. Ему, скорее всего, уже в горле стоит их продавать. Они сложно продаются. И просто предложить ему новый продукт, который он может продавать, у него там уже все отстроено, и он еще будет новый, это, продавать продукт, это вот, эту услугу. Чтобы она ему в горло встанет. Ну, что ж, не оцениваем. Ну, что ж, уважаемый капитан, твои 20 минут завершились. Что было ценного для тебя вообще? Вот сейчас, за эти 20 минут. Ну, картинку для себя я еще устаканил. Что-то какие-то вроде как сколохи там появляются. Понимаю, куда нажать, да, и на что нужно надавить. То есть, все-таки, все-таки, ну, пока у меня идея такая, что нужна сетевая компания. И вот я пока здесь разговаривал, я к этой идее пришел. Отлично. И тогда оцени, пожалуйста, наши идеи. Можно я еще фразу брошу, как раз, ну, еще не только бизнес-центры. С Чикаловским заводом у них проблема дает. То есть, вот эти все предприятия, которые работающие, крупные, у них тоже такие проблемы. Да-да, у меня девочка с Академгородка Ночи колдун ездит. Ну, кстати, как раз очень хорошо, они там одночитные. Ну, и еще другая идея тоже, это самое. Деньги платить 200 рублей не с человека, а с предприятия. Это может быть выгодно платить предприятию, директору. Это может быть выгодно платить директору. И там это зачетные схемы, налоги, организации и прочее. Как и столовка, вычитает из зарплаты. Как и столовка, он вычитает из зарплаты. Так, ну, хорош, 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 это все так же по идеям. Это мои идеи примазали. Сейчас у меня платки из кармана вытаскивают. Вы прекращайте беспределить. Так? Итак, оценка идей. Говоришь идею, мы сами вспоминаем, кто ее говорил, и просто даешь фишку. Так, сразу я начну с тех, которые запомнил. Это получается продажа через продажников в бизнес-центрах. Двое. Две. Директора крупных предприятий. Володя. Володя. Финансовая прозрачность. Ну, наверное, я говорил, да? Твоя или моя? Давай я сказал, что финансовая прозрачность. Батя, да? Я всегда проверяю. Так, через продажа, через бизнес-кленинги. Так, прописать мотивацию. Так, что сделать, что получат и что... Так, 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 так. Чего-то я замерз. Так, 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 так. Вот, тогда... Так, срочно все расхватили. Так, так, продажи администрации бизнес-центров. Ну-ка, ёк. И комфорт. И найти крупные транспортные предприятия. Эй! Ну что ж, давайте поблагодарим и поддержим капитала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ